Коллеги, продолжаем работу. Главный тренер Зенита Сергей Симак. Сергей Богданович, по традиции, анализ игры. Затем перейдем к вопросу. К сожалению, неудачный для нас результат. Что касается хода матча, мяч контролировали много, но остроты в атаке нам не хватало, к сожалению. И при аналогичных моментах, когда в первом тайме был у нас Матео, во втором Утюкавина, к сожалению, мы не реализовали момент, Динамо реализовало. Но в целом в последних матчах, естественно, нам не хватает более явных голевых моментов, касаемо игры в атаке. В остальном, что касается контроля мяча, контроля игры, в принципе, играли нормально. Соперник ждал наших ошибок, хотел использовать быстрые ответные атаки для того, чтобы создавать опасность у наших ворот. Но, к сожалению, сегодня не получили тот результат, который хотели. Пожалуйста, коллега в третьем ряду и затем в первый ряду. Сергей Богданович, скажите, не могли бы вы подробнее рассказать, как вы собирались использовать слабости в обороне Динамо, какие вы их подметили, когда готовились к матчу? Как вы собирались противостоять атакам Динамо? Что получилось, что не получилось? Можно поподробнее? Ну, что касается обороны, я думаю, в обороне сыграли хорошо. Понятно, что в самом концовке уже рисковали какие-то моменты, стали появляться именно в быстрых атаках. Что касается самой игры в обороне до первого пропущенного мяча, единственного, я думаю, что никаких проблем не было. Те атаки быстрые, которые были в Динамо, мы хорошо взаимодействовали, защитники хорошо отработали. Вот в простом моменте, связанном с высокой передачей, заброс на нашу штрафную, здесь немножко недоиграли, проиграли единоборство и после сброса не успели правильно расположиться. Я думаю, этот момент стал одним из ключевых, наверное, что касается результатов этого матча. В обороне проблем не было особых, что касается атаки. Да, здесь у нас не получилось. К сожалению, атаковали не так остро, как нам хотелось бы эти пространства за спиной, эти бы атаки и после прессинга, когда-то мячи отбирали. Мы слишком медленно принимали решение. Надо играть быстрее, уровень и ответственность этого матча высока. Поэтому Динамо, в свою очередь, очень быстро возвращались все время после потери назад. Когда нужно было играть быстрее и активнее, что касается именно завершений. Не хватило нам и качества, и, наверное, правильных решений касаемо именно атакующих действий, потому что можно говорить только об атаке, в обороне, в принципе. Я думаю, что проблем было немного. Пожалуйста. Сергей, добрый вечер. Я вас помню, когда вы пришли еще молодым парнем в «Эсмарал». Когда вы с такой самоотдачей играли и в ЦСКА, и в других командах, вы не пробовали показать бразильцам кадры из тех матчей, где вы играли? Показать, с какой вы самоотдачей играли? Потому что сейчас даже я не про сегодняшний матч хочу сказать, а все-таки про отрезок из четырех матчей. Один мяч забит за сколько? 360 минут, я не ошибаюсь, один мяч, и с таким потенциалом. Потому что здесь, мне кажется, дело в самоотдаче в команде, которая должна выдавать какой-то свой максимум. Я понимаю, там один матч, второй, а сейчас уже получается четыре матча подряд. Но я не могу им показать, потому что я в качестве игрока пять раз подряд не выигрывал чемпионат в одной команде. Что касается мотивации, это действительно сложно. И я думаю, что оценка действий тех или иных игроков, она сквозь призму результата всегда. Забитых мячей результата. Конечно, сейчас атакующие действия у нас в атаке мы смотримся не так ярко, как нам хотелось. Но что касается движения, я думаю, можно посмотреть отчеты, сколько ребята бегают, стараются. Но это самый сложный момент, касаемо мотивационной, когда команда выигрывает. Конечно, это очень сложно на каждую игру выходить как на последнюю. Но в этом отношении стараются. У меня вопросов нет к игрокам. Бывают и такие матчи, и такие периоды. Посмотрим, мы еще в деле. Мы боремся за самые высокие места и будем бороться, покуда есть хоть какой-то шанс. Спасибо. Послушаем голос из Петербурга. Борис Матвеевич, пожалуйста. Сергей Владимирович, верите ли вы в проклятие Гутмана, которое висит над Бенфикой? Нет. Не знаете? Я вообще в проклятие не верю. А нет ли у вас ощущения, что над Зенитом висит проклятие, которое мешает ему во многих играх в нынешнем сезоне? Конечно, таких матчей очень много, где в той или иной степени мы, скажем так, не по игре, не по качеству игры теряли очки. Но это футбол, значит, существуют другие материи, которые позволяют именно в тех или иных моментах одной команде побеждать, другой, наоборот, не побеждать. Я думаю, что нужно работать, трудиться и дальше уже в конце сезона уже подводить итоги. Друзья, больше вопросов нет? Да, пожалуйста. Саброй Антон, Матч ТВ, Сергей Богданович. Во-первых, хотел спросить по поводу здоровья Караваева. У него была вынужденная замена. Есть ли какие-то предварительные данные, что с ним не так? Пока нет информации, посмотрим. Я думаю, что завтра будет обследование, посмотрим, есть повреждение, нет повреждения. Если оно есть, то он насколько серьезно. И второй вопрос. Сегодня вы уступили «Динамо». Рассматриваете ли вы «Динамо» как конкурента в борьбе за чемпионство? И насколько сегодня после этого результата эта борьба обострится? У меня вопрос встречный. Когда мы его не рассматривали. Я все время говорю, что и «Динамо», и «Краснодар» претендуют на первое место от меня точно такого. Не знаю, кто его списал, кого. У меня другое мнение, которое я уже говорил не раз. Спасибо. Пожалуйста. Коллеги, на этом все. Хорошего вечера. Спасибо. С уважающими праздниками. Спасибо. 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 Спасибо.